Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, каких лошадок привела темная магия хэллоуинского Юрвика, посмотрим, какой питомец добавился также в хэллоуинский магазин, и поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Обновление привело к нам двух новых магических лошадок, которых мы сейчас с вами посмотрим. Они будут продаваться в течение всего хэллоуинского ивента в Цитадели, так что если вы желаете приобрести себе новых лошадок магических в коллекцию, то у вас есть возможность вплоть до отъезда данного ивента. Вот они, два магических мустанга, один краше другого, в моих глазах жеребец с кобылкой. Значит, первая лошадка у нас гром, ожившая механическая лошадь, которая чем-то напоминает мобильную игрушку про скачивающего роботизированного единорога. Очень красивый, у него механизированные также звуки, какое-то определенное ржание и, по-моему, цокот. Я, к сожалению, не могу приобрести эту лошадь к себе в коллекцию, так как у меня нету старкоинцев, но была бы возможность, я бы купила грома и вторую лошадку. Гром очень прекрасен в своем натуральном магическом виде, но давайте посмотрим, как же он все-таки выглядит в обычном виде. В городском. В городском виде такая вот прекрасная мышастая лошадка. По-моему, мышастая. Или не мышастая? Не знаю. Очень симпатичный, очень очаровательный конь. В моих глазах это конь. Натуральный конь. Очень красивый. У него там еще отметина проточина, да, такая красивейшая, нежная, струящаяся проточина на лбу. Очень интересно на нее посмотреть, но так как разработчики не дают нам переделать стрижки магических лошадей, мы об этом не узнаем. У него также особенность. У него белые реснички. Ути, боже мой, какой же ты хороший. Давайте посмотрим хвостик. Тоже очень красивый. Слегка грибы с хвостом имеют градиент. Очень симпатичная лошадка. Так как он сделан на модели мустанга, идеально подойдет для вестерна и, по моему мнению, для конкура. Ну, а для выездки только если любительской. Вторая лошадка просто, просто это воспоминание из моего детства, потому что когда я была маленькая, я помню, как в одном парке у нас была гигантская карусель с менее скромными, но тоже такими деревянными лошадками. Поэтому у меня это некая ассоциация из детства. И в детстве я любила кататься на таких лошадках на карусели. А потом, когда их заменили на какие-то другие там животные, самолетики, вертолетики, мне это уже стало неинтересно. Калиопа. Ожившая лошадка с карусели. Очень красивая. Мне очень нравится, как сделали ее хвост. Она прям вот выглядит даже не то, что как лошадка с карусели, а были такие игрушечные лошадки. Продавались раньше. У них тоже была такая завита грива. Тоже у них кожа была либо бежевая, нежно-пастельно-розовая, зеленая, сиреневая. И тоже вот какие-то такие аксессуары были. Или даже, по-моему, была какая-то коллекция тоже по типу таких лошадок с карусели. Не знаю. В общем, очень прям веет от нее теплом и какой-то ностальгией из детства. У нее золотые подковки! У нее золотые подковки! Смотрите! Ничего себе! Классно-то как! Я только сейчас этого увидела. Очень нравится, как ведет себя хвост, грива. Вообще ни разу не смущают вот эти ручки, поломанный стержень, на котором эта лошадка изготовлена была. Очень красивая. Еще оттенки такие прям приятные-приятные. Прям ой! А главное, на ней можно спокойно кататься без седла, и это не будет выглядеть так, как будто ты на голой лошадке. Ну, давай посмотрим тебя без магического увлека. Ты такая нежно-соловая? Нет, ты не саловая. Ты все-таки, наверное, больше изобеловая лошадка с нежно-розовым носиком, нежно-розовым контуром вокруг глазок. По-моему, тоже белые реснички. Не вижу, нет. По-моему, все-таки какие-то слегка темноватые. Глазки, кажется, желтенькие. Ну, господи, боже мой, как я люблю мустангов. Я не могу. Какие красивые лошадки в этот раз к нам приехали. Да, вот такая вот девочка. Мне кажется, это девочка. У нее есть два супер-маленьких носочка на задних ножке. На задних ножках беленькие. В принципе, очень красиво. Жалко, у нас убрали возможность смотреть лошадей не в магическом облике, вне покупки. Я бы очень хотела на них посмотреть. Безумно красивые лошади. Каждый из которых стоит 900 старкоинсов. Так что, если у вас есть возможность, покупайте. Очень красивые лошади. Я прям горжусь. Я в кое-какие веки говорю прямым текстом. Я горжусь дизайнером, который придумал дизайн. И визуализаторами, которые сделали их именно в 3D объемной модельке. Они вышли безумно красивые. Чем-то вот пошло вот это самое ощущение. Как раз, наверное, такое же, когда добавляли вот этих андалузов. У меня это равносильное чувство. То есть, такой же восторг и желание к покупке. Очень красивый. Очень детализированный. Наполненный жизнью. И вот эти вот провода. Ну, очень красиво. Правда, меня смущает вот эта вот антенна на попке. Но, кстати, вживую это не так сильно передергивает, как я думала. Ну, тут колеопа вообще просто прелесть. У нее еще тень. У нее есть тень. Своя тень от этих ручек. Надо же. Вот так вот все. У нее трещинки. Вот вблизи можно увидеть, что у нее трещинка на шее. Ух ты, господи, бедная лошадочка. А, у нее еще на ножке трещина. А, ну да, она же составная. Таких лошадок делали не из цельного куска дерева, а склеивали из составных частей. И вот здесь именно это и показано. Коцаная поцарапана. Какие красивые глаза. Боже мой. А, я знаю все. Я поняла, почему у меня такая любовь к этим лошадям. У них глаза с фиолетовым. И вообще сиреневого фиолетового оттенка с розовым. У них в цветовой палитре очень много. Поэтому они мне безумно и нравятся. Господи, я не могу. Все, мне больно, мне больно. Я хочу плакать. Уведите меня отсюда. Ну, к нам еще приехал новый питомец. Это вот такой вот милашка. Железная птица. Это робот Джет. Да-да-да, если вы проходили сюжет, то знаете, что этот милашечный роботик, только немножечко другого окраса, следил за нами постоянно из-за угла. Но этот робот без камеры. Он вот такой смешной. Я его называю вертолетик. Я имела честь его уже посмотреть. Мой молодой человек купил себе все, что добавили. Купил себе лошадь робота и одежду, и этого роботика. Так что роботик стоит 350 старкоинцев. Очень прикольный. Это первый робот-питомец вообще в игре. Так что если вы любитель роботизированных лошадок и техники, я считаю, это обновление специально для вас. Возможно, в будущем надеюсь, что роботов будет побольше. Да и вообще, добавьте, пожалуйста, больших собак. Вы же добавили Йети. В чем проблема добавить гигантских Коли, Доберманов, Лабрадоров и Хаски. Подстороннее облачение радует нас двумя сетами одежды и амуниции. Плюс еще аксессуары к нововышедшим лошадкам. В особенности меня пугает маска Королевы Карусели. Вне персонажа она выглядит очень красиво, но когда ее примеряешь на персонажа, это становится жутко. Сет Калиопы называется Королева Карусели. А сет механической лошадки, имя которой я забыла, называется сет темного ядра для конкура. А, нет, наверное, просто сет темного ядра. Да. Думаю, так он и называется. Да? Да? Сет темного ядра. Очень классные здесь модельки, неожиданные цветовые сочетания, имитация именно вот такой рабочей кожаной куртки. Даже, нет, не кожаной, а брезентовой, наверное, очень круто. Кепочка нравится. Хотя я вообще не люблю джет, никаким боком, никаким местом. Но то, как подобранные сеты, мне очень нравится. У нас добавили здесь еще перчатки, сеточка. Это даже не сеточка, это паутинка для Королевы Карусели. Очень милые шорты с вот такими гольфиками, платьишко. Ну, платьишко мне не особо понравился. Сет амуниции. Очень, очень, очень классный, в особенности вальтрап и нагавки. Вообще, вся амуниция, весь комплект амуниции мне очень понравился. Еще, правда, радует вот этот вот цилиндр с звездочками на одной стороне и фиолетовой ленточкой. Сеты очень красивые. Приблизительно через годика-два, я так думаю. Да, через два годика они будут продаваться со скидкой. Так что, если вы не хотите тратиться на них сейчас, вы можете подождать два года. Потому что в следующем году в скидочный магазин уйдут вот эти два комплекта. Лесной и болотной ведьмы. Зимний? Ты какая вообще? Туника лесная. А ты какая? Болотная. А, я правильно сказала? Лесная, болотная ведьма в следующем году уйдут в скидочный магазин. И у нас останутся вот эти три сета. Три? Четыре. Тут четыре сета и получается только через год, то есть еще через год, через два года в общей сумме, вы сможете купить эту одежку в скидочном магазинчике. Вот по таким хорошим ценам. Но что-то я не понимаю. Тут что-то по скидке, а что-то как будто бы нет. А, нет. Наверное, по скидке. Так что, вот такие вот новости этого обновления. Долгожданный гамбит наездника. Как я по тебе скучала. Вновь ждет нас в цитадель наездника у несчастного духа. За три осколка вы получаете возможность быть предметом охоты наездника Томпсона. И он будет на вас охотиться сразу, как только вы покинете цитадель, за что вы будете получать какое-либо количество кристалликов, насколько я помню. То есть мы платим три кристаллика и, по-моему, пять. Пять, наверное, получаем обратно. То есть хотя бы, чтобы немножечко было побольше. И, возможно, еще опыт лошади нам тоже за это дадут. Но это надо проверять. В этом я не уверена. Так что на этом обновление у нас подошло к концу. Что же ждет на следующей неделе? На следующей неделе кто-то говорил о том, что в окрестностях завелись оборотни. Будем ждать аксессуары, волчьи уши и клычочки. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Как вам новые лошадки? Кого вы смогли купить? Купили ли вы роботика? Какие с этой одежды купили? Что вообще смогли забрать с собой с этого ивентика? Я с радостью почитаю ваши комментарии. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Господи, как же красиво я собрала сет на это видео. Прям супер магическая. Супер темная магия. Субтитры подогнал «Симон»